МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы буквально на днях с вами говорили, довольно часто говорим по ходу войны. Сейчас вроде как война остановилась, есть какое-никакое перемирие. В ночь с 9 на 10 ноября было принято заявление президента Азербайджана, президента России, премьер-министра Армении. По итогам, там есть момент о том, что армянская сторона до 1 декабря, меньше чем за месяц, возвращает нам три района. Это Агдам, Кельбаджар и Лачин. Очередность такая, что в первую очередь мы получим Кельбаджар уже 15 ноября. Это почти на днях. Максим Иванович, в целом ваша оценка, потому что в Армении пытаются по-разному сейчас это воспринимать. Мы воспринимаем как капитуляцию, мы воспринимаем как победу с нашей стороны. В Армении разные формулировки сейчас придумывают, что мы дали это, но чтобы получить вот это и так далее. Ваша оценка случившегося? Ну, это бы условно победа, политическая, военная победа. Если бы война продолжилась и российские миротворцы не взяли бы на себя обязательства какие-то в соответствии с этим соглашением, то вот все эти армянские силы, которые размещены в этих районах, они погибли бы в ходе зимы. Поэтому на самом деле Азербайджан, подя на подписание этого соглашения, помиловал вот эти тысячи военнослужащих армянских, которые там находятся. Может, десятки тысяч. Я точно не знаю численности этой группировки, но думаю, она, наверное, немаленькая. И поэтому это, конечно, победа, а все остальное, ну, знаете, это, как говорится, меня не побили, а просто дали, как говорится, научили жизни. Можно и так формулировать какие-то... Совершенно верно. Кому как удобно. Вот так и будет объяснять. Максим Ильич, ну, как некое цунами это событие докатилось до Еревана политического, скажем так. Сейчас там митинги с лозунгами «Никол предатель». Полиция пыталась там как-то ограничить массовые акции, но, судя по всему, не происходит. Там у них есть площадь центральная, там сейчас митингуют, кричат, отставка Пашинян, это предательство. Более того, говорят о том, что давайте что-то там сделаем, что непонятно, но остановим реализацию этого заявления. Каким вам видится это дело с точки зрения будущего нынешней власти в Армении? Ну, дело в том, что если Пашинян продержится до вступления в должность Джо Байдена, не факт, что Байден будет президентом, но предположим, да, то, возможно, у него останется шанс остаться во главе Армении. Потому что демократы, естественно, будут делать ставку на своего любимчика Пашиняна, как на человека, который взял откровенно прозападные и антироссийские курсы. Поэтому люди, которые собрались на площади, не могут утверждать, что за ними стоят некие силы в России, но, безусловно, они хотят убрать от власти этот проамериканский, прозападный режим Пашиняна, обвинив его в поражении. Хотя, на мой взгляд, в поражении виновны все они. Все, кто разжигал войну, и оппозиция, и власть в Армении. Им предлагали иные решения, иные варианты. Они решили поставить на кон жизни и судьбы тысяч армянских ребят, которых бросили туда умирать, понимаете, в эти горы. И теперь они пытаются найти виноватого. Виноваты все политические деятели Армении, все безоговорочные. Именно Армении. Потому что вы предвосхитили мой вопрос, там они ищут виноватых. Все, кто делал ставку на шовинизм, все, кто делал ставку на так называемый миф о Великой Армении, все, кто кричал о том, что так называемый Арцах надо защищать до последней капли крови, все, кто оскорблял азербайджанскую армию и говорил, что они там все выдумывают, что они не взяли Физули, не взяли Зангелан и так далее. Все, кто вокруг этого создавал атмосферу лжи, ненависти и шовинизма, сегодня виноваты. Пострадавшим является армянский народ. Я думаю, что его страдания продолжатся. Сейчас власти, допустим, предположим, Пашиняна с помощью грубого насилия уберут от власти. Во-первых, это не так просто, как кажется. Потому что все силовые структуры в Армении подчиняются Пашиняну и контролируются в целом американцам. В Ереване самое большое посольство вообще на Кавказе американское. И американцы давно взяли под контроль это. Все, что там можно было с силовиками, вплоть до пограничников, там были разные сюжеты. Поэтому, возможно, полицейские тоже считают, что их предали. Но я думаю, что руководители силовых структур давно уже не те, кого когда-то ставили карабахские кланы в власти. Но он чуть-чуть зачистил это. Да, свержение Пашиняна – это, скажем так, не такая простая вещь. Второй момент. Предположим, его свергнут. Вот любая сила, которая сейчас придет к власти, так или иначе будет выступать с идеями реванша. Потому что, предположим, вот представим себе, назовите мне хоть одного армянского политика из тех, кого мы знаем, а в Азербайджане существуют знатные армяноведы. Я читаю азербайджанские новостные и аналитические ресурсы. Вы разбираетесь в армянской политике, может, даже не хуже, может, даже и лучше, чем сами армяне. Нам пришлось. Потому что, по крайней мере, вы точно не перед кем вы не заискиваете и даете оценки такие, какие, на мой взгляд, надо давать. Оценки трезвому и внятному врачу, который сталкивается с опасной болезнью. Так вот, любой, кто придет к власти, будет вопить о реванш. О том, что мы должны по-прежнему воевать за священный Арцах, за империю Тиграна Великого, за то, что там описано у Плиния и Геродота. Но есть один нюанс. Пашиняна к нему будет предъявляться, и уже предъявляется один, собственно говоря, аргумент, который является достаточно весомым в устах тех, кто сейчас пытается его свернуть. Ему говорят, слушай, ты скандалил с Россией, скандалил с Путиным, поэтому Россия не пришла к нам на помощь. Поэтому давай ты уходи, придут те, кто будут сейчас заискивать перед Россией, и Россия нам поможет. Поэтому я полагаю, что политика и борьба между Москвой и Западом, Парижем, Вашингтоном за Армению только начинается. Она далеко не решена. И уход Пашиняна – это, во-первых, а, нерешенный вопрос. Потом те, кто сменит Пашинян, это, поверьте, будет как в русской поговорке «хрен, редьки, кислащ». Вот вы сказали «уход Пашиняна», на самом деле я встречаю именно тот самый редкий комментарий от человека, потому что есть очень много людей, которые говорят, что это вопрос решенный. Вы, пожалуй, один из тех, которые говорят, что далеко не решенный вопрос. Вот на фоне этого, когда вы полагаете, что уход Пашиняна далеко дело не решенное, и этого нельзя исключать, смотрите, разыгрывается некая антироссийская, знаете, как они ищут виноватых, находят виноватых в том числе в России, вот то, что вы сказали, да, когда Пашинян остается, вот эта риторика, она усиливается. Более того, там есть даже уже комментарий по поводу, что касающиеся российских миротворцев, то есть есть какое-то мнение, что, дескать, российские миротворцы – это нехорошо, хотя, ну, я думаю, что они спасают, они спасают ситуацию для Армении там, да. Вот как будет развиваться этот тренд антироссийского настроения, с точки зрения, опять же, проигрывать всегда сложно, ищешь виноватых, Пашиняна, ну, Пашиняна не можешь свергнуть, и на кого-то надо набрасываться. Слушайте, ну, во-первых, слово «проигрывать» здесь, мне кажется, не совсем точное, речь идет не о футбольном матче, речь идет о том, что погибли, по некоторым оценкам, более 10 тысяч молодых армян, погибли гражданское население, погибло огромное количество азербайджанцев, это не проигрыш, это поражение, это поражение, которое, с одной стороны, может отрезвить народ, а армянский народ, если разумно подойти к этому вопросу, с другой стороны, может его озлобить и стать чем-то вроде того, чем был Версаль, поражение в Первой мировой войне для Германии, на волне вот этого реваншизма. Но это плохо, это плохо. И требования там реванша к власти могут прийти откровенные нацисты просто, допустим, в Армении, ну, Дашнаки, например, какие-нибудь, понимаете, которые стоят на позициях на национальной избранности, в позициях там могут и силы сделать своим знаменем Горигина Нжде и прочих пособников массовых и нацистских откровенных теорий о среднеармянского народа, значит, цехохронизм. Поэтому я думаю, что Пашиняна тоже есть аргумент. Он может сказать, ну, смотрите, вот Россия нам не помогла, поэтому давайте идти в сторону Запада. Запад нам поможет. Запад, да, мы потеряли Арцах, потеряли оккупированные территории, потому что нас предала Россия, может сказать, Пашинян. Но поэтому давайте теперь дружить с Парижем, с Вашингтоном и так далее. Конечно, Москва этого хочет не допустить. И, конечно, естественно, силы в Армении, связанные с Россией, это силы достаточно серьезные. Но, к сожалению, общий фон это будет, конечно, вот шовинистическо-реакционный такой. Никто не скажет, слушайте, ну, давайте, все, война закончена, зачем мы убили такое количество людей, проли такое море крови. Давайте теперь жить разумно. Если такие разумные голоса и звучат в армянском народе, а они звучат, Карен Шахназаров, другие, понимаете, есть разумные люди, то явно они начнут быть слышимыми, то есть их начнут слышать спустя какое-то время. Но сейчас Армения вступает, конечно, в период очень серьезной нестабильности. По крайней мере, до вступления Джо Байдена в силу так и будет. Максим Леонидович, к сожалению, я вот должен полностью согласиться с этим, потому что сейчас комментарии идут именно в плане реваншизма. Именно вот такие фразы, еще не все закончилось, борьба продолжается и так далее. Это вызывает сожаление, непонятно чего ждать. Максим Леонидович, такой момент из последнего, два момента скажу. Появилась новость о том, что в СМИ, ссылаясь на турецкую сторону, о том, что Турция и Россия 11 ноября подписали договор о миротворческом центре по контролю за прекращением огня в регионе Нагорного Карабаха. Какие перспективы это сулит? Потому что словно отрицалось, что что-то такое может быть. Но, по сути, пока информация в СМИ уже появилась, что 11-го все-таки подписали. Но армянская сторона как бы против. Мы деталей не знаем, локации, количество и так далее. Но в целом, как вы оцениваете такое сотрудничество? Ну, прямо скажем, тут армянская сторона вообще ни при чем. Ее голос тут говорил великий русский поэт, родившийся на Кавказе, Владимир Маяковский, тоньше писка в данном вопросе сейчас. На самом деле, Азербайджан имеет полное право, если захочет пригласить на свою законную территорию турецких военнослужащих, или, я не знаю, военнослужащих Нигерии, или государства Лесота, любых. А Азербайджан – суверенное государство, которое сам, если захочет, может попросить турецких наблюдателей разместиться с азербайджанской стороны вдоль линии фронта. Потому что если Россия туда входит по некому соглашению, и, как говорится, тут не с армянами это явно будет обсуждаться, понимаете, то очевидно, что Азербайджан заинтересован совершенно в укреплении связи с Турцией, потому что Турция во многом является, в том числе и гарантом Азербайджана, как и Турция с самого начала этой войны заявила о политической поддержке. Поэтому странно в данной ситуации слышать какие-то голоса, которые говорят, что Азербайджан не имеет права, допустим, там пригласить турецких наблюдателей на территорию Азербайджана. Это странно. Это очень странно. Потому что многие офицеры армии Азербайджана, я это знаю, проходили подготовку или переподготовку после советских училищ, в турецких военных училищах, что азербайджанская армия доказала в ходе боевых действий, и воюю на совершенно новом уровне организации просто войны с использованием электронных или радиоуправляемых каких-то боевых устройств. Поэтому я думаю, что на самом деле сотрудничество России и Турции, которое уже показало свою очень высокую эффективность и продуктивность в Сирии, где позволяло и отсеивать террористические группировки, и от тех, кого, допустим, такими какая-то страна не хочет считать, и позволяло решать вопросы о применении огня случайным или специальным. Я думаю, что сотрудничество России и Турции должно развиваться. Я всегда выступал за это сотрудничество. Это сотрудничество равных партнеров. Здесь никто не является старшим. Знаете, как в любом диалоге с США или с НАТО, всегда там Россия, там или Турция, или Азербайджан должны быть как бы снизу вверх смотреть на них. Россия и Турция — это равные государства по мощи, по силе, с понятными совершенно общими интересами или какими-то спорными моментами, которые разрешаются на основе, как мне кажется, разума. Поскольку даже Астанинская платформа по Сирии показала свою высокую эффективность, в отличие от Минской платформы или каких-нибудь еще Парижских соглашений по Карабаху. Вот договорились, Турция, Россия, Иран, и Сирийская война подошла к концу. Поэтому я думаю, что сейчас партнерство России и Турции возможно с подключением Ирана в виде наблюдателей. Почему бы и нет, в конце концов. Тоже может показать свою эффективность. Я очень знаясь, Максим Иванович, у нас просто времени очень мало. Я хочу еще дополнительные вопросы задать. Во-первых, из последнего, это уже со ссылкой на армянские СМИ, министр обороны Армении Давид Инаем встретился с командиром российских миротворцев, у которых будут размещены в зоне Карабахского конфликта. Это генерал-лейтенант Рустам Мурадов. Я так понимаю, личность командира этой миротворческой миссии будет очень важна. В этой связи я хотел бы ваше мнение узнать. И еще один момент. Когда это заявление подписывалось, там Владимир Владимирович Путин, ну и в принципе в самом заявлении это тоже есть, о том, что внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и в прилегающие районы под контролем Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Это то, что говорит и Путин. Это в принципе тоже заявление есть. Как вы считаете, вот этот момент, он все-таки полностью рушит надежды армянской стороны сделать Карабах... Они же не только хотели, чтобы Карабах был ихним, что это в принципе неприемлемо. Они хотели его этнически чистым. Поэтому абсолютно, чтобы азербайджанцы не возвращались. Здесь же говорится о возвращении вынужденных переселенцев и беженцев как районы вокруг Карабаха, так и непосредственно в регион Нагорного Карабаха. Вот это полностью разрушает это желание Армении видеть Карабах этнически чистым. Как вы думаете? Я бы ставил вопрос шире. Я бы ставил вопрос о возвращении или о компенсации потерянного имущества сотням тысяч азербайджанцев, которые потеряли свою родину во время этнических чисток конца 80-х, начала 90-х на территории Армении. По некоторым оценкам, более 300 тысяч азербайджанцев стали вынуждены беженцам, бросив свои дома, свое имущество. Были честные советские граждане, которые жили, работали, жили там столетиями азербайджанцев, тысячелетиями, даже на территории Армении. Равно как я уверен, что руководство Азербайджана готово, допустим, пускать армян, которые, естественно, те, кто не замешан в военных преступлениях на территории Азербайджана, если они сочтут для себя, возможно, вернуться на свою родину в Баку или в Сумгаид или в Кинжу, или там, где они жили. Но начинать, вы совершенно правы, надо с Карабаха. Безусловно, возвращение азербайджанского населения в места, откуда азербайджанцы были изгнаны, это важнейший пункт, без которого немыслимо просто обсуждение каких-либо дальнейших протоколов. Поэтому, да, российские миротворцы должны обеспечить защиту возвращающегося населения во взаимодействии, естественно, с азербайджанскими. У меня вообще вопрос, я вот не понимаю, а вот, допустим, в Кельбаджаре и так далее, в Лачине, там полицейские кто будут? Вот, допустим, там азербайджанская полиция будет осуществлять контроль. С учетом того, что полностью территория возвращается, это абсолютная юрисдикция Азербайджана. Более того, армянская... То есть, восстановление... Полностью, да, потому что по армянским источникам, опять же, армянские источники говорят о том, что якобы... Ну, мы не знаем детали, что российские военные начали вывод армянского населения из Кельбаджара. В каком направлении, как? Это, опять же, ну, как бы армяне в целом пишут. Но Кельбаджар... Ну, наверное, все-таки не население, не население, а военных. Население, как я понимаю, из слов... Ну, это сирийские армяне, то есть. Алиева никто не прогоняет гражданское население. Он, наоборот, сказал, не уходите, вы будете гражданами Азербайджана, наверное, военных и граждан других государств, Армении и так далее. Но в целом Россия, конечно, российские миротворцы, конечно, должны следить вместе с мониторинговым центром российско-турецким за тем, чтобы не было провокаций, чтобы не было эксцессов, чтобы не было каких-то попыток каких-то силового давления, каких-то варварских действий. Я уверен, что азербайджанская власть также будет следить и заинтересована в цивилизованном и нормальном политическом восстановлении суверенитета Азербайджана над всей возвращенной героями азербайджанской армии территории. Разумеется. Максим Леонидович, огромное спасибо, что нашли время присоединиться к нашему прямому эфиру и дали ответы. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Я напоминаю, в эфире телеканала Си-Би-Си был специальный выпуск. Специальный выпуск вел я, Санан Адзаев. Гостем специального выпуска был Максим Шевченко, российский журналист и общественный деятель. До свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин